Всем привет! Это «Ночные диалоги» и с вами Алена Романова. Продолжаем говорить о философии Сюрена Кьеркегора. Самое известное его произведение – это «Или, или». Или как в переводах наших уже на русский язык, оно звучит «Наслаждение и дох», так называется книга. И в этой книге есть подраздел, который оформлен как «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал». Все знают три стадии развития личности по Кьеркегору – это эстетическая, этическая и религиозная. Религиозная стадия – это вообще она идёт как сквозная у него, вера в Бога. Представляет, что человек не может поставить себя выше Господа Бога. Что же касается развития в личности эстетических и этических начал, то Кьеркегор говорит, что эстетическое начало – это, в принципе, как выбор, эстетический выбор, что значит выбирать эстетически. Это, в принципе, даже и не выбор, это бесконечное выбирание. И это меланхолия духа, когда человек не может себе, что называется, позволить расстаться с предыдущим образом, выйти из этого своего кокона. Кьеркегор также и говорит, что личность склоняется в ту или другую сторону ещё раньше, чем выбор совершился фактически. И если человек откладывает его, выбор этот делается сам собою, помимо воли и сознания человека, под влиянием тёмных сил человеческой природы. То есть он здесь допускает некий такой мистический аспект. Выбор как ключевое понятие в жизни Кьеркегор относит к понятию этическому. Всюду, где только идёт речь о выборе, там выдвигаются и этические вопросы. Единственный абсолютный выбор – это выбор между добром и злом, благодаря которому человек разом вступает в область этики. Выбор эстетика или совершается непосредственно, и потому не выбор, или теряется во множестве предметов выбора. Также он говорит, что выбор является не абсолютным, а лишь относительным. То есть он важен сейчас, на данную минуту, а в следующую минуту может всё смениться другим выбором. Не так важно сделать правильный выбор, как сделать его с надлежащей энергией, решимостью, страстью. В таком выборе Личность проявляет всю свою силу и укрепляет свою индивидуальность. И в случае неправильного выбора эта же самая энергия поможет ему прийти к осознанию своей ошибки. Искренность выбора просветляет всё существо человека. Он сам как бы вступает в непосредственную связь с вечной силой, проникающей всё и вся. Такого просветления или духовного крещения не узнать никогда тому, кто выбирает лишь в эстетическом смысле. Ритм его души, несмотря на всю его страсть, это лишь спиритус ленис, то бишь слабый дух. Как я и говорила ранее, меланхолия духа. Духа совершить выбор этически призывает Киркегор. И всё это построено на духе. Если вы слышали ранее мою запись «Понятие страха», обязательно послушайте по Сюрену Киркегору, то там и говорится, что как относится к себе дух. Дух относится к себе как страх. Как страх совершить грех. Преступить некие кордоны. Приступить туда, то есть ступить, где ты ещё не бывал. Обязательно послушайте, там для вас будет очень много понимания, почему так важен дух при выборе человека. Что же такое или-или Киркегора? Киркегор пишет так. Моё или-или обозначает главным образом не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе. Суть дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле, в желании выбрать, чем самой закладывается основание и добру, и злу. Вся суть тут не в обсуждении предметов выбора, а в духовном крещении воли человека в купеле этики. То есть помимо духа мы видим, что понятие здесь – духовное крещение воли. То есть у человека должна быть некая воля, чтобы он совершил этот правильный выбор. Также Киркегор говорит, что не стоит смешивать понятия мышления и воли. Для мысли не существует непримиримых противоположностей. Одно переходит в другое, и затем сливается высшее единство. Свобода воли выражается же в исключении одной из противоположностей. То есть воля исключает одно понятие и выводит на пьедестал другое. Свободу воли называют сокровищем. Обладание может возвеличить человека превыше ангелов. Вот как пишет Киркегор. Решаясь на абсолютный выбор, личность выбирает этическое направление, и этим исключает из своей жизни эстетическое начало, как абсолютное ее содержание. Что же является эстетическим началом человеке? Эстетическим началом человеке может называться то, благодаря чему человек является непосредственно тем, что он есть. Этическим же то, благодаря чему он становится тем, чем становится. И вот его цитата про меланхолию духу. Меланхолия – это болезнь духа. Исцеляется лишь силой духа, одержавшего победу, надсковывающей его стремление непосредственностью, которая является выражением плотской природы человека. Торжество духа ведет к тому, что все мелочные заботы и печали человека, недовольство жизнью, тоскливое сознание ненужности и бесполезности своего существования – все исчезает само собой, раз человеческая личность осознает свое вечное и неизменное значение. Она осознает и свое значение в земной жизни. Еще он добавляет эстетический взгляд на жизнь. Эстетическое воззрение на жизнь всех сортов и степеней есть в сущности своего рода отчаяние. То есть мы видим вторую ознаку, которую вводит Киркегор. Значит, эстетическое начало – это меланхолия духа, и это же есть отчаяние. Оказывается, что человек, живущий эстетической жизнью, живет сознательно или бессознательно в отчаянии. Поэтому ему важен переход к высшей форме бытия, которую он называет «этическая». Погружаясь время от времени в суету мира, предаваясь в отдельные минуты наслаждению, ты, однако, постигаешь своим сознанием всю его сущность и потому всегда живешь как бы вне себя, то есть живешь в отчаянии. Последнее же приводит к тому, что жизнь твоя представляет вечное колебание между двумя крайними противоположностями – сверхъестественной энергией и полнейшей апатией. Но это, по сути, то время, в котором мы с вами сейчас живем, которое культурологи голландские назвали «метамодернизм». Вот эти вот такие оксимироновые качели. В следующей части я еще допишу об этическом и эстетическом воззрении на жизнь по Кирке-Гору. А на сегодня пока все. Я вам желаю уметь совершать правильный выбор. С вами была Алена Романова. Еще услышимся!